Вы знаете, это очень сложно настраивать камеру на самом-то деле. Всем привет, друзья! С вами ваша Соколик. В этом видео я вам расскажу о моих новых книгах и о моих новых путешествиях, которые были в апреле месяце. И, в общем-то, если вам интересна моя персона и всё, что происходит со мной в моей жизни, оставайтесь со мной. Ещё в феврале я выпустила свою книгу «Йога Бук». Сначала на английском, и потом в январе на английском, и в феврале на немецком. Что такое «Йога»? Что такое «Йога»? Что такое «Йога»? Нет, это все, что ваша прекрасная мозг помогает вам видеть в вашем сознании. Это же самое, когда мы в реальной жизни в реальной жизни. Например, посмотрите на кого-то или что-то. Где вы их видите? Они в себя или в себя? Это «Йога». Я не могла найти нормального человека, который мне всё отредактирует, переведёт. И, в итоге, всё-таки я нашла на опорке, хотя предложений было много, но я так не смогла... Ну, в итоге, в общем, смогла, конечно же, найти себе подходящего человека, чтобы мы с ним как бы понимали друг друга, что я хочу от этого человека. И в итоге вышла моя книга «Йога Бук». Эта книга разбита по этапам. Значит, первый этап рассказывается, что такое йога. А потом одновременно показываются позы, которые используются. Рассказывается, откуда это пошло. Всё это на доступном языке. Вот, например, зачитаю. То есть, рассказывается, как придумали индусы, индианцы, индусы. Ну, в общем, вы меня поняли. Как придумали йогу, откуда это пошло, и почему это вообще так нужно нашему организму. Кто не знает, я уже занимаюсь йогой больше года. И сразу, как только я начала заниматься йогой, мне пришла эта идея в голову. Затем, второй этап. Это идёт «10 Fun Poses». То есть, рассказывается про десять, чуть ли не самых основных йог в позе. Их выбирала я сама, потому что мне они казались самыми интересными. Показывается, как на примере животных. Потому что йога – это изначально древние индусы, будем это так называть. Они смотрели на животных и повторяли их движения. Кстати, я включала как и белых детей, так и негроидные расы. Потому что, мне кажется, в нашем мире, современном, очень важно уделять внимание всем расам, всем, там, не знаю, если, ну, понятно, это не касается детских книг, но если это касается какой-то взрослой литературы, да, то есть секс-меньшинствам и так далее. Никто не должен чувствовать себя ущемлённым. Да, понятно, вы не угодите всем. Например, Хольц я делаю таким, чтобы можно было никого не обидеть, чтобы каждый мог себе найти потребление и потребить это. Книгу вы можете заказать с Амазона. Все ссылочки я оставлю внизу. Подписывайтесь на наш канал Хольц Паблишинг. Скоро там будет очень много разных книг, я надеюсь, мультиков, потому что мы жаждем делать мультики. Вот, поехали дальше. В этом месяце я была в Греции, в Афинах. И я решила, что я хочу пожить немного в Афинах. Мне безумно интересна греческая культура. Вообще нам, в принципе, нравится. Мы попадаем в Грецию как домой. И я думаю, что греческий не такой уж и сложный язык. Я уже даже нашла себе несколько онлайн-учителей, чтобы подучить греческий. Конечно же, я сейчас изучаю упорно, дальше продолжаю немецкий, хотя у меня уже хороший уровень. B2 – это минимум. Однако, может быть, даже C1. Однако мне хочется выучить немецкий до такого уровня, чтобы я вообще, ну прям, налегке могла сказать все что угодно и чуть ли там не как носитель разговаривать. Я верю, что можно выучить язык, если у тебя как бы острый ум, и ты быстро все схватываешь. Я думаю, что дело в тебе самом, в твоем желании. Если ты веришь в себя, то я думаю, что все получится. А греческий мне хочется выучить просто, чтобы, ну, общаться, да. Я не знаю, как дальше пойдут дела у меня в Грецию. Все-таки Греция находится в кризисе. И это замечательная страна, где живут прекрасные люди. Мне нравится все. Мне нравится, как там пахнет на улицах, даже в туалетах. А вот смотрите, я в самой Плаке. Это самый старый и знаменитый район в Греции, в Афинах, собственно. Этому району больше двух тысяч лет. Да, он еще был построен до нашей эры. Вот. И, собственно, сейчас мы направляемся в одну из таверн. Но там мы не стали кушать. Вот там очень много кафе. По одной простой причине, что там реально дорого. И нам еще вчера таксист... Смотрите, какие красивенькие. И нам еще вчера таксист рассказывал, что бывает такое в Греции, что приносят старое меню с одними ценами. В итоге все как бы совсем по-другому. Вот. В итоге приносят счет на абсолютно другую сумму. Ну и, конечно же, это очень неприятно. Поэтому... Да. Мне нравятся эти люди. Мне нравится этот язык. Мне нравится культура. Я обожаю греческие мифы. Но все-таки экономическая ситуация в Греции, она очень и очень... Она хуже, чем в Украине. Я думаю, вы знаете об этом. И, конечно, с одной стороны, это плюс. Но для меня как для иммигранта, да. А с другой стороны, это огромный минус для Греции. И для тех людей, которые там не смогут... Не могут заработать и спокойно там жить. И вынуждены ехать в Европу, в Америку, в Европу, в ту часть. Северную большую, да. Там где Германия, Швейцария и так далее. И, собственно, там уже пробовать себя. Я знаю очень много греков, которые приехали в Германию. Когда жила в Германии, я с ними знакома была. Вот. И да, это отличные люди. Но вот так вот получилось. Они не могут просто себя содержать в Греции. В Греции я снова поднялась на Пантеон. Мне нравится, что там просто какая-то невероятная атмосфера. И, кстати, я сейчас рисую книгу, где двое китайцев, маленьких детей, бэйби... Не бэйби уже, лет, наверное, 7-8, путешествует по миру. И, собственно, я вам сейчас одну иллюстрацию вставлю сюда. Это четвертая иллюстрация. Это Пантеон до нашей эры, 2000 лет назад, наверное, тоже была наша эра. Мы гуляли по городу, мы были в плаке, а потом пришло время расставаться с Грецией. И это был самый печальный момент. Потому что, я не знаю, я в прошлый раз точно так же, год назад, вы можете посмотреть это видео на YouTube, у меня два видео с Греции с прошлого года, я точно так же поднималась на Пантеон, я точно так же гуляла по улицам. Но в этот раз, я думаю, что я просто повзрослела на год, и я абсолютно по-другому уже начала воспринимать Грецию. Для меня это просто, знаете, как будто бы я расставалась с любимым человеком. Хотя моя семья была со мной, и это было очень грустно уезжать. Мне хотелось вернуться, и поэтому я приняла решение, что я буду возвращаться в Грецию, потому что мне нужно это сейчас, как никому другому. Может быть это случится через месяц, может через полгода, я не знаю. Не все зависит от меня, вы же понимаете, мы все живем в реальном мире. Но я надеюсь, что так или иначе это произойдет, и я вам смогу больше поснимать видео. После Греции мы отправились в Польшу, в Варшаву, и у нас просто была такая мини-депрессия. Мы приехали, был сильный ливень. Так, ну что, ребята, я сейчас нахожусь на вершине этого шпиля в Варшаве. Я вам хочу посмотреть вид, который открывается с этого города. Сейчас я найду подходящий и покажу вам. В Варшаве мы практически 4 дня просто, не знаю, волочились, не знаете, как долг туриста, уже же обязывает хоть что-то посмотреть там, да, потратить какие-то деньги. Но нам это особо всем четверым не принесло никакого морального удовлетворения. Мы еще в музей Коберника не попали. Вот. И в итоге я здесь, вещаю вам с дивана. Спасибо всем большое за то, что смотрите, за то, что подписываетесь, ставите лайки. Мне это безумно приятно. Подписывайтесь еще, кто это мне сделал. И до новых видео. Пока!